Рад вас всех приветствовать на нашем семинаре, который я назвал изучение основ протокола IP версии 6 с помощью Wireshark, с помощью прекрасного сниффера под названием Wireshark. Чуть-чуть расскажу о себе, если кто-то со мной не знаком лично. Зовут меня Павел Монахов Павел Сергеевич, можно просто Павел. Являюсь сертифицированным инструктором компании Cisco Systems и сертифицированным инструктором академическим. Занимаюсь преподаванием здесь в центре специалист, свободное от основной работы время. Кроме инструкторских статусов, имею довольно большое количество сертификаций Cisco. Часть из них представлена на экране. Не буду озвучивать все эти сертификации. В общем, вкратце о себе. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится работать с сетями. Мне нравится работать с сетями на предприятии. И мне нравятся потом эти знания передавать людям, которые приходят к нам на курсы. Вы пришли на бесплатный семинар центра специалист. Центр специалист это, наверное, старейший представитель образовательных услуг у нас в России. 28 лет на рынке. В этом году будет 29. миллионы выпускников, огромное количество корпоративных клиентов, больше 80 учебных классов, больше 250 преподавателей и просто огромнейший ассортимент курсов. Даже в это не скажу тяжелое время, но интересное время, мы все равно продолжаем работать и успешно продолжаем обучение даже вот в таких стесненных условиях. К чему приурочен этот семинар? Данный семинар приурочен к выходу нового курса, вообще к выходу целой группы курсов ЦИСКО. С 24 февраля этого года все старые сертификации были отменены и переделаны тотально. В связи с этим появилось огромное количество новых курсов и один из этих курсов как раз и покрывает знания о протоколе IPv6, который мы сегодня будем с вами рассматривать. Это курс под названием Implementing and Administrating Cisco Solutions. Внедрение и администрирование решений ЦИСКО. CCNA. CCNA можно считать первым шагом в карьере любого сетевого инженера, да наверное не только сетевого инженера. Знания по сетям пригодятся всем в нынешнем мире IT и системным администраторам Windows и системным администраторам Linux. И в принципе если из курса выкинуть специфику работы сетевого оборудования ЦИСКО, кое и не так уж и много, то получается в целом довольно хороший и подробный курс по сетям. Это 40-часовой курс, рассчитан на 5-дневное обучение, также предполагается 24 часа самостоятельного обучения. Чем отличается новой сеной от старого? Выкинули огромное количество старья, то что было не актуально не только для России, но и для всего мира. Несколько новых тем, а также слили важные темы из прошлых курсов CNA Security, CNA Wireless в один большой единый курс. Для кого, если вдруг вам захочется данный курс посетить и узнать о IPv6 больше? Для сетевых инженеров начального уровня, сетевых администраторов, специалистов технических отделов эксплуатации поддержки. Ну и для всех тех, конечно же, кто хочет в дальнейшем получить сертификацию CNA в новом варианте. Курс готовит к новому экзамену, к единому экзамену с CNA 200-300-101 и после прохождения курса, в принципе, можно быть уверенным при достаточной подготовке и при достаточных усилиях с вашей стороны, что вы данный экзамен сдадите. Программа курса довольно большая, поэтому я не стал расписывать ее здесь. Слишком большое количество информации. С программой курса вы всегда можете ознакомиться непосредственно на нашем сайте. Курс уже вышел и он уже успешно прошел один раз. Приглашаем вас на будущие группы. Ближайшие даты вы видите на экране с 20 апреля и с 22 июня. Возможно, в ближайшее время добавятся еще группы. Это те группы, которые уже можно увидеть в расписании. Ну, хватит рекламы. Вы бы собрались здесь, чтобы послушать об основах протокола IPv6. Вот этим мы сейчас с вами и займемся. Для этого мне потребуется закрыть презентацию и подключиться к удаленному лабораторному стенду. Такой небольшой лабораторный стенд. Я не стал располагать огромное количество устройств, потому что мы изучаем основы. Здесь два маршрутизатора, соединенные между собой. Один из маршрутизаторов я условно назвал PC. Маршрутизатор, который будет выполнять роль компьютера. Этот стенд выполнен с помощью программы GNS3. Почему так? Потому что программа GNS3 позволяет нам на любом канале связи, который используется, запустить программу Wireshark и в реальном времени наблюдать за тем, что у нас по сети и по конкретному линку бежит. Мне кажется, это отличная возможность сети изучить, посмотреть, что в сетях есть, подробно разбираться с работой различных протоколов. Может быть, порой заметить что-то новое и интересное, на что вы раньше не обращали внимания. В данный момент у меня запущен только PC1. Я запущу на линке между PC1 и R1 Wireshark. Пусть у нас еще пока ничего не настроено, но мы уже сможем трафик отлавливать. Пока пусто. Это и логично, потому что на маршрутизаторах никаких настроек не проведено. Я открою консоль. Настроек в данный момент на маршрутизаторе нет. Я выполню базовую настройку. Дам нашему маршрутизатору EvenPC1. Мы смотрим в сторону маршрутизатора R1 интерфейсом Fast Ethernet 0.0. Я отключу некоторые служебные протоколы для того, чтобы в Wireshark мы смогли заметить нужный нам трафик. Например, я отключу в сторону маршрутизатора R1 протокол CDP. Отключу рассылку так называемых Keeper Life пакетов. В принципе, достаточно. Я не буду включать IP версии 4. Давайте мы сразу включим IP версии 6. Можно включить IP версии 6 на интерфейсе, даже не назначая IPv6 адрес. Можно воспользоваться командой IPv6 enable. В протоколе IPv6 реализован механизм plug-and-play. Это значит, что как только устройство чувствует, что сетевая плата работает, и на данной сетевой плате активирован стэк протоколов TCPv6 и IPv6 будет назначен адрес автоматически. Откуда этот адрес возьмется? По стандарту IPv6 у любого устройства должен быть так называемый LinkLocalAdress. Адрес, уникальный для интерфейса. Этот адрес обязан быть всегда. С помощью него устройства смогут общаться в рамках одной сети. Этот адрес, хотя и является логическим, но он чем-то похож на MAC адрес. MAC адрес тоже действует только в пределах одной сети. И в других сетях MAC адрес значения не имеет. Так и LinkLocalAdress. Он всегда будет. Он обязан быть. Каким же образом он может появиться? Давайте поглядим. Я включу IPv6 на интерфейсе и проверю настройки. Посмотрю, что же у меня появилось на интерфейсе F00. С помощью команды show ipv6 interface F00. Что я увижу? Я увижу, что уже на нашем устройстве якобы должен был появиться IPv6 адрес. Но мы не включили интерфейс. Мы забыли его включить. По умолчанию на маршрутизаторах Cisco все интерфейсы выключены. Интерфейс F00 находится в состоянии административной DAWN. И хотя появился некий LinkLocalAdress FE80 и дальше что-то страшное. Он помечен некими буковками TENTATIVE. То есть это адрес, который не был проверен на дубляж. А почему он не был проверен на дубляж? Потому что у нас выключен интерфейс. По сути это адрес временный. И если он не пройдет проверку, то устройство его себе назначить не сможет. Включу интерфейс F00. С помощью команды no shutdown. И проверю настройки интерфейса еще раз. Как видим. LinkLocalAdress был присвоен. Он больше не помечен как TENTATIVE. Временный. И в принципе автонастройка уже произошла. Каким же образом наше устройство получило этот LinkLocalAdress? Что происходило в этот момент в Wireshark? Давайте поглядим. Мы видим, что было отправлено несколько пакетов ICMP версии 6. В IP версии 6 было решено отказаться от многих служебных протоколов. В том числе от протокола ARP или от протокола IGMP. Все служебные вещи, ну или по крайней мере почти все, выполняются с помощью протокола ICMP версии 6. В IP версии 4 ICMP в основном использовался только для проверки связи. И для передачи информации об ошибках. В IP версии 6 его роль гораздо значительнее. Он помогает устройствам находить друг друга. Он помогает устройствам проверять адреса на дубляж. Он помогает устройствам получать автонастройки. Поэтому слепо отключать протокол ICMP в IP версии 6 крайне-крайне не рекомендуется. В противном случае IP версии 6 может не заработать должным образом. Что же у нас произошло? Если мы внимательно посмотрим на первый пакет. Этот пакет был отправлен с адреса отправителя просто двойное двоеточие. Что это за специальный адрес двойное двоеточие? В IPv6 если адреса у устройства нету, то в таком случае используется специальный зарезервированный адрес все нули. Все нули в IPv6 можно смело сократить до адреса просто двойное двоеточие. Так как у нашего PC1 еще не было IPv6 адреса, наше устройство должно было оформить IPv6 пакет. И поэтому в адресе отправителя нам пришлось написать просто адрес двойное двоеточие все нули. Куда этот пакет был отправлен? На некий странный адрес ff02 двойное двоеточие и что-то страшное. И пакет называется Neighbor Solicitation. Что же произошло? В IPv6 каждое устройство по умолчанию должно сгенерировать себе link-local-адрес если вы не указываете его напрямую статически. И откуда же этот link-local-адрес может взяться? Link-local-адрес на устройстве либо может быть назначен статически, но мы его статически не назначали. Link-local-адрес может быть сгенерирован динамически, либо на основе MAC-адреса с помощью процесса EUI64, либо он может быть сгенерирован случайно. На устройствах Cisco по умолчанию используется генерация link-local-адреса на основе процесса EUI64. Все link-local-адреса начинаются одинаково на FE80. Первые 64 бита это сеть. То есть, по сути, первые 4 геккстета будут вот такими. А оставшиеся 4 геккстета устройство должно заполнить самостоятельно. 64 бита всегда известны. Оставшиеся 64 бита надо заполнить. Если мы используем процесс EUI64, то каким образом эти биты будут заполняться? Нам нужен MAC-адрес. Давайте мы проверим MAC-адрес нашего маршрутизатора. Show interface. FA00. Беру MAC-адрес и давайте над ним поиздеваемся. Чтобы получить link-local-адрес на основе мака, нам необходимо добить этот MAC-адрес до 64 бит. По умолчанию MAC-адрес занимает 48 бит. Значит, нам с вами немножечко бит не хватает. Конкретно не хватает 16. Мы разводим этот адрес пополам. Посередке между двумя половинками вставляем магическое сочетание FF-FE. Кроме этого, мы должны изменить 7 бит. Мы должны его инвертировать. Что значит инвертировать? Если в двоичном виде в 7 бите будет 0, то мы должны поставить 1. Если в двоичном виде будет 1, мы должны будем поставить 0. Что мы делаем дальше? Давайте переведем. Каждое 16-ти ричное число можно представить как 4 числа двоичных. Значит, 7 бит находится где-то вот здесь. Если мы переведем A из 16-ти ричного вида в двоичный. А это у нас с вами 10. Мы получим 1.0.1.0. И мой бит получается вот этот. Изменяем его. Изменяем его. Инвертируем. Получаем 1.0.0.0 в двоичном виде. А сколько это будет в виде 16-ти ричном? Это у нас получается с вами. Может быть, кто-то напишет в час сколько это получается. 8. Совершенно верно. 8 в 16-ти ричном виде. Итого. Последние 64 бита получаются следующими. C8.0.2.0.B. Магическое сочетание FF-FE. 0.4.0.0.0.8. Дописываем это все до полноценного адреса. FF-FE8.0.0.C8.0.2.0.B.FF. FF-FE0.4.0.0.0.8. 0.0.0.0.8. В принципе, можно сократить. И оставить в последнем гикстете просто 8. Но оставим пока вот так. Возвращаясь к ваершарку. Зачем мы находили линк локал адрес? Наш PC1 захотел себе присвоить подобный адрес, автоматически сгенерированный на основе MAC адреса. И наш PC должен был убедиться, что подобного IPv6 адреса в сети нету. Нету дубляжа. Так как убрали остальные специфичные протоколы, вроде ARPA, который раньше мог выполнять подобную проверку, вся роль по проверке дубляжа перелегла на протокол ICMP версии 6. В ICMP версии 6 для того, чтобы опросить соседей, используют специальный тип пакетика, который называется Neighbor Solicitation. Слово Solicitation очень интересно. Оно позволяет... Solicitation переводится как домогательство. И домогательство обычно в скобках помещают к мужчине. Стало быть, мы домогаемся до соседа. То есть мы пытаемся отыскать некого соседа, у которого теоретически данный адрес уже может быть. Если мы заглянем внутрь пакета, то о каком адресе спрашивается внутри Neighbor Solicitation? Наш PC1 пытается отыскать соседа с таким же адресом, какой он хочет присвоить себе. Давайте я выведу параллельно на экран и блокнот. Давайте посмотрим, схоже ли то, что вычислил я, с тем, что у нас есть. FE80, C802. В общем-то, один в один, без учета того, что я просто не стал убирать впереди идущие нули. Так как никто не отозвался, если бы у нас был дубляж, в ответ на пакет Neighbor Solicitation должен был бы прийти пакет Neighbor Advertisement. Если бы нам пришел Neighbor Advertisement, стало быть, подобный сосед есть, и такой адрес мы бы себе присвоить не смогли. Раз никто не отозвался, значит, мы этот адрес себе присвоим. И наш PC1 обрел себе LinkLocalAdress на основе процесса EUI-64. Длинно, страшно, непривычно, но, тем не менее, этот адрес был получен автоматически. И уже с таким адресом мы сможем общаться внутри одной сети. В IPv6 нет широковещания. Все широковещание было заменено на Multicast. Если раньше, например, запросы ARP отправлялись на широковещательный MAC все F, то теперь ARP нет, широковещания нет. Что же это вот за хитрый адрес такой, на который наше устройство отправляло запрос Neighbor Solicitation? Что это за FF02 и так далее. Каждое устройство обязано присоединиться к Multicast в группе, которая называется Solicited Multicast. то есть адрес Multicast для домоганий, для домогательств. Куда вам могут присылать различные домогательства Neighbor Solicitation. Откуда берется этот Solicited Multicast адрес? Solicited Multicast адрес начинается всегда на одну и ту же последовательность FF02 двойное двоеточие 1 FF по длине префикса 100 4. Если IPv6 адрес всего длиной 128 бит, то нам с вами не хватает 24 бита для того, чтобы добить этот Solicited Multicast. Откуда мы можем взять последние 24 бита? Последние 24 бита мы можем взять из сгенерированного IPv6 адреса. Если сгенерированный IPv6 адрес получался с помощью процесса EUI64, то тогда у нас и Solicited Multicast будет содержать в себе MAC. Устройство, присвоив себе вот такой вот адрес, автоматически присоединилось еще к вот этой Multicast группе. и если кто-то захочет узнать, какой MAC адрес соответствует вот этому адресу, с помощью протокола ICMP версии 6 будет отправлен пакетик Neighbor Solicitation на вот этот адрес. сверим адрес, который у нас пойман в Airshark, вот, с тем, что мы получили. За исключением того, что я просто не досократил впереди идущие нули в гикстете, в принципе, похоже. То есть наше устройство включилось, сгенерировало себе IPv6 адрес, проверило дубляж, отправив запрос Neighbor Solicitation на специальный Multicast адрес Solicity Multicast, который также был составлен на основе IPv6 адреса. Наше устройство не получило ответа, присвоило себе адрес и дальше мы видим пакеты, исходящие именно с нашего link local адреса. 1, 2 и 3. Обратим внимание вот на этот интересный пакет. Что же произошло по сути через примерно секунду после того, как мы адрес себе назначили. наше устройство обратилось на некий тоже мультикастовый адрес FF02 двойной 2.1 отправило туда пакет, который называется Neighbor Advertisement. Neighbor Advertisement объявление о соседе это аналог аналог ARP ответа в IP версии 4. Neighbor Advertisement отправляется с IP адреса устройства на специальный мультикастовый адрес FF02 двойное двоеточие 1. адрес FF02 двойное 2.1 соответствует грубо говоря широковещательной рассылке в IP версии 6. Все устройства обязаны присоединиться к этой мультикастовой группе и приходящие пакеты на этот мультикастовый адрес принимать. Этот мультикастовый адрес называется Все узлы. Наш PC отправил на этот мультикастовый адрес объявление о себе, чтобы другие могли занести информацию к себе в Neighbor Discovery кэш и в случае желания пообщаться с нами не запрашивали соответствие нашего IP в 6 адресу с помощью пакета Neighbor Solicitation. То есть в чем-то данный Neighbor Advertisement напоминает самопроизвольный или беспричинный ARP. Никто нас не спрашивал какой у нас адрес, но мы заранее об этом говорим. Давайте проверим, каким мультикастовым группам присоединился наш маршрутизатор. в выводе команды showipv6 интерфейс f00 помимо присвоенного адреса мы также увидим список групп, которым наш маршрутизатор присоединился. ff02 двойное двоеточие один. это специализированный адрес все узлы, некий аналог броудкаста в IP версии 4, и второй адрес ff02 двойное двоеточие 1 ff04 двоеточие 8, это solicited мультикаст адрес если кто-то захочет переслать спросить какой у нас мак то запрос будет отправлен не на все узлы потому что противном случае мы бы не добились эффекта сокращения широковещательной рассылки а обратиться именно на подобные адресы наше устройство примет пакет сможет neighbor solicitation обработать и отправить ответ в обратку так как наше устройство заранее проверяла есть ли дубляж мы видим подобную строчку процесс поиска дубляжа в сетях IP версии 6 называется DAT duplicate address detection как видим duplicate address detection включен и было принято количество попыток найти дубль 1 действительно в Wireshark мы убедились что попытка была 1 что сделаем дальше с таким адресом жить нам конечно можно но уж больно он некрасивый в нашей топологии нету системы доменных имен нету DNS серверов и если мы захотим общаться с нашим PC1 как-то через IPv6 адреса хотелось бы чтобы IPv6 адреса были более красивыми поэтому я вернусь в режим конфигурирования и назначу IPv6 адрес link local руками интерфейс F00 IPv6 адрес FE80 двойное двоеточие пусть на конце наш адрес будет 1 0 1 чтобы явно указать что этот адрес link local необходимо добавить параметр link local что сразу повалилась в Wireshark давайте поглядим наше устройство сняло с себя старый сгенерированный адрес скатилось к адресу все нули для того чтобы отправить neighbor solicitation поискать есть ли дубляж есть ли уже в сети адрес заканчивающий на 1.0.1 так как мы не получили ответа мы присвоили себе новый адрес FE80 двойное двоеточие 1.0.1 на мультикастовую группу все узлы послали neighbor advertisement рассказали о себе проверим проверим что новый адрес нам присвоился show ipv6 интерфейс F00 действительно старый адрес пропал вместо него мы видим новый link local адрес назначенный руками мы все так же состоим группе все узлы но solicited multicast адрес поменялся потому что новому ipv6 адресу не подходит старый solicited multicast адрес и он тоже был перегенерирован есть ли у вас какие-нибудь вопросы пока кирилл а вы не могли бы уточнить свой вопрос если половина мака совпадает с кем внутри внутри если мы внимательно посмотрим когда мы рассылаем neighbor solicitation у нас с вами конец составляет 24 бита взятые на основе ipv6 адреса если ipv6 адрес был сгенерирован на основе мака то эта часть совпадет то лишь получается если теоретически есть два устройства у которых mac адрес заканчивается на одно и то же то оба устройства присоединятся к этой solicited multicast группе и оба устройства получат данный запрос но внутри пакета ip вложен пакет ipv6 и в нем мы явно видим что мы явно видим о ком идет речь мы увидим полностью написанный ipv6 адрес и даже если второе устройство имеет частично совпадающий мак оно заглянет внутрь и увидят что спрашивают не о нем так таким образом постороннее устройство не ответит солисит мультикаст адрес сделан следующей целью в ip версии 4 протокол арп высылал запросы широковещания и хотя по факту мы искали одного нам приходилось опрашивать всех и излишний поток широковещательных кадров замедлял работу сети в ipv6 подумали поиск мак адреса все равно придется оставить но хотелось бы чтобы мы опрашивали не всех вот а хотя бы часть но при этом часть гарантирован ничего страшного если этот запрос дойдет кому-то лишнему вот но зато он точно дойдет не всем и по этой причине солиситет мультикаст существует а не отправляем запросы например на ff02 двойной двоеточие один так как внутри явно всегда написано кто является целью запроса а если маки кириллу вас совпадают то вас в принципе нормальная работа сети не очень возможно если у вас есть два мака в пределах одной коммутируемой сети то коммутатор что делает он постоянно этот мак переписывает на разных портах и два устройства нормально работать не могут а раз вы не можете иметь два мак адреса внутри одной сети стало быть и два автоматически сгенерированных линк локал адреса внутри одной сети быть не может вот так вот все ловко и просто ну это уже как настроили это уже как настроили но по факту просто будет мак адрес прыгать с одного порта на другой порт коммутатора и будет прыгать постоянно непонятно если у вас устройство циска то скорее всего увидите в логах сообщение которое называется флэппинг что мак адрес прыгает между портами так вопрос Сергея Сергей селинк локал адреса начинаются на фе 8 0 и как правило первые 64 бита будут неизменно то есть первые 64 бита в 16-ти личном виде вы увидите вот такие и оставшиеся 64 бита нам надо с вами сгенерировать чем мы как раз и занимались Андрей у вас некий провокационный вопрос а почему не рекомендуется выключать выключить я потом включать и назвал ваш вопрос провокационным не могу вам однозначно сказать вот не рекомендуется выключать ICMP версии 6 если вы используете IP версии 6 мы привыкли что в сетях IP версии 4 ICMP это нечто для проверки и не более того и мы его с вами часто блокировали и выключали в IPv6 роль ICMP возросла многократно и он заменяет собой по сути он заменяет собой по сути как минимум ARP а значит если вы его заблокируете то устройства не смогут на основе IPшника узнать MAC адрес интересный вопрос у Анны а как выглядит все это на уровне канальном а давайте посмотрим если мы посмотрим на запрос на уровне канальном в качестве MAC адреса отправителя устройство использует именно свой MAC адрес а в качестве MAC адреса получателя не все 255 не все F как это было бы в IP версии 4 а вот такой вот интересный MAC если вы внимательно на него посмотрите то последние биты что вам напоминают они напоминают вам кусок IPv6 адреса то бишь когда мы отправляем что-то на мультикастовый адрес в IP версии 6 на канальном уровне на канальном уровне для IPv6 выделен специализированный диапазон MAC адресов который начинается в шестнадцатеричном виде на 3.3 3.3 если отправляется Neighbor Solicitation то мы с вами после 3.3.3.3 добавляем оставшиеся значения из IPv6 адреса получателя и поэтому никаких CF вы тут не увидите подведем итог мы обнаружили что в IPv6 есть механизм Plug and Play и по умолчанию он включен устройство сразу хочет себе получить Link Local адрес для общения внутри одной сети Link Local адрес может появиться на устройстве динамически с помощью процесса EUI 64 либо на основе рандома мы рассмотрели процесс получения адреса EUI 64 когда за основу был взят MAC MAC раздвигался пополам в середку вставлялась магическая комбинация FF FE и седьмой бит инвертировался также мы рассмотрели специализированные мультикастовые адреса Solicited Multicast который используется в качестве MAC адреса получателя для запросов Neighbor Solicitation мы рассмотрели различные пакетики ICMP версии 6 Neighbor Solicitation и Neighbor Advertising это только начало потому что кроме Link Local адреса необходимо получить еще глобальный адрес ведь с Link Local адресом кроме как внутри своей сети мы общаться не сможем а как уж устройство может получить глобальный адрес Global Unicast возможно это будет одно из тем следующих семинаров потому что наш семинар уже вроде как подошел к концу пользуясь случаем вот хотел бы сказать если семинар вам понравился вот вы хотели бы посмотреть на это на подобные семинары еще пожалуйста дайте знать вот можно написать можно сообщить в комментариях если наберется должное количество участников то рассмотрим и пользуясь возможностью вот я бы хотел выразить благодарность Евгению Катунсову Евгений вряд ли ты меня сейчас смотришь и вряд ли ты меня слышишь но если вдруг спасибо тебе большое за помощь в обучении Евгений привет тебе спасибо вам всем друзья что вы присутствовали вот спасибо что задавали вопросы это важно и если вам интересно в принципе изучить протокол IP версии 6 узнать основы и посмотреть на эти команды которые я показывал довольно бегло приглашаю вас на курсы с сеной к нам в центр специалист спасибо вам всем большое здоровья вам всем крепкого вот и надеюсь увидимся еще всего доброго